Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, который проходит в декабре. Уже завершается год, и это последний вебинар в этом году, поэтому мы постараемся также и поговорить о том, что происходило на рынке, возможно, сделать какие-то выводы. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и с ними важно ознакомиться, важно разобраться, прежде чем переходить к работе уже на реальном счету или работать более крупными суммами. Для тех, кто присутствует впервые на нашем вебинаре, несколько слов скажу про нашу компанию, компанию Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 20 лет, предоставляем сервис для частных трейдеров и инвесторов. С нашей компанией вы можете ввести инвестиционные счета, то есть формировать ваш инвестиционный портфель из акций, ETF, различных инструментов, и также ввести спекулятивную торговлю с использованием плеча. Но это уже более, скажем так, сложное занятие, поэтому здесь с этим нужно еще несколько раз разобраться. Но мы и делаем вебинары для того, чтобы рассказывать о том, что бывает на рынке, хорошее и, конечно, плохое, чтобы можно было учиться на, скажем так, чужих ошибках. Со своей стороны скажу также, что мы уделяем очень большое внимание обучению нашей компании, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц может присоединяться к нам и делиться своим бесценным опытом. И также со своей стороны я рекомендую для всех участников, кто смотрит нас сейчас в Zoom, подписаться на наш YouTube-канал, потому что туда мы будем добавлять записи видео. И, к примеру, если вы в следующий раз пропустите данный вебинар, то вы всегда сможете найти запись на нашем YouTube-канале. К тому же там будет проходить конкурс, о котором я расскажу чуть позже. И также рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, в котором как раз мы делаем оповещения о всех вебинарах, о всех записях, которые добавляются, и делимся как раз обучающим контентом, чтобы вы его не пропустили. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе. Также хочу напомнить, что у нас не так давно появилась новая операционная компания в Ародании, которая дает возможность как раз открывать, работать с американскими ETF, потому что они были недоступны для, скажем так, европейской нашей компании, но наши клиенты из Европы, из большого перечня стран также могут это делать. Поэтому если для вас вопрос инвестиций в американский ETF интересен, то рекомендую обратиться к вашему персональному менеджеру, чтобы вам подсказали, как можно открыть необходимый счет и начать формировать ваш инвестиционный портфель, например, по американским ETF. По поводу плана на сегодня. Как всегда, мы поговорим о ключевых рынках, разберем ключевые инструменты. Как всегда, было бы интересно услышать мнение Александра о рынке на текущий момент. Мы подведем итоги конкурсов. У нас сложилось так, что у нас наложилось два конкурса, поэтому у нас будет два победителя. Один конкурс был, который предыдущий, и новый по новым правилам, которые мы как раз анонсировали в прошлый раз. Поэтому у нас сегодня уйдут два участника с двумя книгами. Разберем отдельные акции, которые присылали также. Здесь вот как раз тоже хотел задать вопрос по поводу планов на 2022 год. Было бы интересно Александра от вас услышать, как вы себе его представляете. Понятно, что одно дело это представляете, и то, как будет на самом деле. Но, возможно, какие-то ключевые вещи, на которые важно обращать внимание в следующем 2022 году. Также у нас будет серия ответов на вопросы, и я расскажу про индикаторы Александра, которые доступны на пятом Метатрейдере, и также расскажу про правила конкурса. С моей стороны также представлю Александра, как всегда в начале. Мы, как я уже говорил, всегда с нетерпением ждем этот вебинар. И сейчас у нас также есть возможность проводить вебинар два раза на русском языке и на английском языке. Поэтому, если для вас также кому-то было бы интересно и удобно слушать на английском языке, то также подключайтесь на наши вебинары, которые проходят тоже в раз в месяц на английском языке. Зарегистрироваться можно на нашем сайте. Александр, передаю слово вам. Это был интересный год. Я думаю, что был в разных отношениях он интересный. И, в первую очередь, потому что мы целый год могли учиться вместе с вами, а вы с нами делились опытом. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман. Очень приятно всегда с вами общаться, с вами и с вашей группой. Действительно, был совершенно невероятный год, связанный с пандемией, конечно. И я в последние дни задумывался о своих итогах этого года. И я понял, что для меня это оказалось одним из самых творческих периодов в моей жизни. Я вырос в Советском Союзе, как зверь в клетке, граница на замке. И поэтому, когда я оказался на Западе, и когда у меня появились деньги, то я стал огромным любителем путешествий. Если я не летел куда-то, если я сидел дома больше пяти недель, то как-то уже начиналось мне чесаться, как нужно куда-то поехать. А тут вдруг пандемия. И благодаря коммунисту товарищу Си сидел в заперти, и продолжаю сидеть в заперти у себя дома, и перед экраном. И стал гораздо пристальнее заниматься биржей, без отрывов. И для меня это оказался самый успешный год в моей жизни, в моей торговой жизни. Потому что просто сидел перед экраном все время, сидел, работал, думал, считал. То есть сделал то, что я советую делать и вам. Вчера был смешной эпизод. Подъезжает к дому машина. Женщина боится из нее выйти, потому что собаки наши прыгают вокруг машины. Жена идет к ней. Она, оказывается, доставщица цветов. Привезла цветы. Цветам приколота записка. Любимому к нашей годовщине. Без подписи. Это нужно говорить. Кто это такой? Я представления не имею. Наверное, не по адресу привезли. Она идет обратно к машине и проверяет. Нет, нет, там твое имя, телефон, все по адресу. Кто это мог быть? Потом говорит, слушай, а может быть... Я примерно год тому назад начал торговать по новой торговой системе. И у меня есть друг, с которым мы постоянно разговариваем, обмениваемся мнениями. Что сегодня, что сегодня, что сегодня. И как раз вчера была годовщина... А он большой юморист, шутник. Жена пошла к машине, а доставщица говорит, может, у него любовник есть? Момент. Оказалось, это мой друг Кларк мне это прислал. Годовщина нашего совместного трейдинга. У каждого мужика свой счет, очень успешный. Но идет постоянное перебрасывание мячика туда-обратно. Это, так сказать, шутка, чтобы подколоть вместе с женой. Был очень успешный год. Но хочу сказать, метод, которым я пользовался, технический метод я не хочу обсуждать, потому что, так сказать, личное дело меня и моего друга. Методы у всех разные, методы у всех свои. Самой главной частью был психологический подход. Кстати, почему я на очень сильно обошел своего друга, который получил несколько довольно серьезных ударов от рынка, где он потерял... Он вылез из-под глыб, но у него результаты за год гораздо меньше моих. Почему? Контроль над деньгами. Когда я начал заниматься этой системой, причем я делюсь этим с вами именно потому, что любому из наших участников я рекомендую этот психологический метод самоконтроля. Я его называю «мягкие наручники». Friendly handcuffs по-английски. Я стал, разрабатывая этот метод, я поставил себе максимальную мишень прибыли по сделке 500 долларов. И, соответственно, риск был соответственный этой мишени. У меня серьезного размера счет, поэтому 500 долларов – это копеечные мишени, копеечные потери. И торговать на такую сумму было скучно, просто очень скучно. Но единственное, как я мог себе позволить повысить свои ставки, это заработать 5000 долларов. То есть заработать в 10 раз то, что было моей мишенью игры. Поэтому я думал только о том, как сделать вот эти 5000, чтобы я мог свои наручники немножко распустить. Следующая мишень, когда я достиг этой цели, была 750 долларов – мишень прибыли для сделки и, соответственно, для риска. Пока я не сделал 7500, я не мог подняться опять вверх. Потом 1000 долларов, потом 2. На данный момент 6. Работаю, чтобы повысить до 7. На одной сделке. То есть на одной сделке больше, чем раньше было на весь эпизод. Но благодаря тому, что я держал себя вот в таких наручниках, я торговал не за деньги, не для денег, а для того, чтобы сделать самые точные, самые правильные сделки. А в то же самое время мой друг, которого тоже миллионный счет больше, играл по полной, играл по полной. И пару раз прокололся на 100-150 тысяч долларов. И это деморализует человека. Подавленное настроение, боязнь появляется. И он вылез из всего этого, я ему помог. Но тем не менее, снимая с трейдингов в таких вот наручниках, я прошел этот год, когда я развил свою систему до достаточно хорошего размера, до уже таких относительно серьезных денег. И при этом все это было сделано очень дисциплинированно. Я чувствую, я обсудил спокойно, сидя перед экраном и делаю вот такие крупные ставки, относительно крупные ставки. Почему? Потому что я заслужил это право, начиная с того, что старался заработать 500 долларов. И то есть право распустить свои наручники, зарабатываешь только своим хорошим поведением. Поэтому для начинающих трейдеров даже, которые слушают, возможно, сейчас меня или увидят эту запись позже, я скажу, даже если у вас очень небольшой счет, маленький счет, поставьте себе мишень прибыли и, соответственно, потери. 1000 рублей, копейки, да? И пока вы не сделаете 10 тысяч, вы не имеете права повысить размер своих сделок. Заработаете свои 10 тысяч, начинайте заниматься трейдингом, ставьте мишень и, соответственно, ограничение риска уже на 15 тысяч рублей, потом на 20, потом на 30. Вот так вот постепенно. Примерно на 50% надо повышать от раза в разу. И вот таким образом вы спокойно разовьете свою систему, спокойно разовьете свой метод и будете торговать уверенно. Это будет как заработанное, а не случайно удачно ударил по акции, выигрыш на лотерейный билет, потом все спускаем в следующие два месяца, как мой друг это сделал пару раз. Вот такое введение небольшое, необычное. Обычно мы занимаемся сразу самыми главными рынками, Роман, но сегодня я просто хотел поделиться, раз идет речь о результатах года. Я с нерпением жду будущего года продолжать действовать по этой системе. Вот такие пироги. Немножко позже, немножко, только что пришел текст от моего друга, он едет точку навестить Вашингтон. Давайте посмотрим на рынки. Это рынок S&P. И как наши постоянные участники уже знают, я всегда принимаю стратегическое решение на левой стороне, на недельном графике, тактическое, на дневном справа. Если, Роман, если вы проведете на дневном графике горизонтальную линию, на уровне октябрьского пика, немножко левее, вот-вот, на уровне этого пика, если вы нарисуете горизонтальную линию. Значит, с левой стороны, на недельном графике, мы видим, что тренд вверх, обе скользящие средние поднимаются. И, казалось бы, все хорошо. Но смотрим ниже, и мы видим, во-первых, что имеется медвежья дивергенция, МСД-линии, очень сильная дивергенция между летним и сегодняшним пиками, дивергенция МСД-гистограммы. Возникают подозрения. Переходим к дневному графику с правой стороны. И мы видим, что последние два месяца рынок бьется, так сказать, периодически головой в потолок. Быки четко ослабевают. Посмотрите на уровень МСД-гистограммы и на уровень индекса силы в октябре. На уровне вот этого первого пика, по которому Роман только что провел горизонтальную линию. Затем МСД-гистограмма падает. Было сильное падение в ноябре. Я это называю, сломали хребет быку и новый подъем. И вот это было на прошлой неделе. Вот такие сильные быки. Гораздо слабее, чем они были в октябре, в то время как цена была чуть-чуть выше. Это медвежья дивергенция первого класса. Медвежья дивергенция первого класса. И нечто похожее происходит ниже на графике индекса силы, где была более мощная верхушка в октябре, чем в декабре. Значит, имеется дивергенция. В первую очередь, МСД-гистограмма и МСД-линии. Теперь смотрим на сам график. И мы видим, что несколько раз график СНП пробил линию сопротивления вверх и не удержался. Вверх через чуть-чуть и не удержался. И опять-таки, то же самое наблюдается в декабре. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы, наш главный банкир страны. Так приятно пошумел. Рынок взлетел и не удержался. И опять упал низко. Сейчас рынок поднимается. Последние два дня вчера и вот опять сегодня. мне этот подъем кажется крайне подозрительным, потому что индекс силы во время этого подъема ослабевает внизу. И я продолжаю оставаться медведем. У меня открыто несколько позиций. И я играю только на понижение сейчас. Почему? Фундаментальная техническая причина. Фундаментально. Одно из основных поддерживающих, так сказать, горючее, которое поддерживает рынок, это деньги. И один из главных источников, если не самый главный источник этих денег, это Федеральная резервная система, которая закачивала, начиная с апреля 2020 года, каждый месяц по 120 миллиардов долларов. Миллиард долларов это серьезные деньги, дамы экспода. 120 миллиардов в месяц. Так вот, в ноябре они сказали, что они начнут понижать эту сумму. Примерно в течение шести месяцев сведут ее до нуля. В декабре после... Прошу прощения, это самое... Система охраны лает. Видно, на улице кто-то идет. А в декабре, когда председатель Федеральной резервной системы переназначили его должность еще на шесть лет, он вдруг определил, что инфляция гораздо сильнее, чем он думал, чем мы думали. И сказал, что эти 120 миллиардов будут сведены до нуля раньше, чем планировалось. И когда их сведут, то начнут повышать учетные проценты. И на следующий год планируется три. Раз, два, три. Три повышения учетного процента. То есть подпитывание рынка прекращается. Раз. А когда проценты начнут повышаться, то многие люди, которые не любят риска, начнут деньги приносить в банк и хранить их в банках. Потому что сейчас банки платят четверть процента годовых. Вообще ничтожные суммы. Смешные. Поэтому единственное, где можно сделать какие-то... заставить свои деньги работать, это на рынке акций или на рынке недвижимости. А когда банки начнут предлагать какую-то более-менее разумную альтернативу, люди понесут деньги туда. Значит, второй источник подпитывания рынков ослабнет. И, наконец, третий источник. Новички, любители, люди, которые пришли на рынок, потому что слышали, что он уже полтора года растет, легкие деньги. И это люди, которые не знают, что такое риск. Они никогда не видели медвежьего рынка. Они только покупают. И когда рынок начнет оседать немножко, начнется поток, я не знаю, по-русски называется margin calls, моржовые звонки. Брокер звонит и говорит, моржи не хватает, добавь еще, потом мы тебя продадим, твою позицию продадим. И в какой-то момент вот эти вот моржовые звонки достигнут критической массы. Никто не может точно сказать, когда это произойдет, психологический момент. Но когда эта масса будет достигнут, рынок просто крупно обвалится. Когда это точно произойдет, трудно сказать. Я не могу сказать. Никто не может этого сказать, потому что это момент психологический. Когда паника начнется, вот тут рынок начнет падать по тысяче пунктов в день. Вот тут-то будут распродажи акций. Может быть, что-то подкупить хорошо. Но это далеко. Это еще я думаю, несколько месяцев до этого. А пока что рынок все пытается подняться, бьется головой вот этот потолок. И я, хотя я играю на понижение, и мои акции очень хорошо тонут сейчас, акции, в которых у меня есть позиции, хорошо очень тонут, я не удивлюсь, если рынок еще раз поднимется выше этой красной линии, чтобы засосать еще больше новичков. Почему рынок поднимается? Статья в сегодняшней газете Wall Street Journal половина роста рынка за этот год, половина всего бычьего рынка за этот год связана с пятью ведущими акциями. То есть это команда уже не работает, команда уже опустилась и падает, и все. Ну, если вас интересует Apple, Amazon, Netflix, Facebook, вот это вот лидеры, которые ведут рынок мир, стоит им начать оступаться по Лондру. Вот такое мнение фундаментальной рынки, а техническая, как он сказал, колоссальная медвежья дивергенция и ситуация очень устрашающая для быков. Сори, Роман, что-то сегодня как-то разлился мыслью по древу, как писали древние славяне. Мне кажется, это было очень интересно, спасибо за такое чуть подробное пояснение, я думаю, что нашим участникам тоже было интересно. Спасибо, спасибо. Давайте посмотрим другие рынки, чтобы у нас стало время еще на акции, на вопросы и ответы. Сейчас включу DAX 40. В общем, похоже, недельный график, ложный пролом вверх, совершенно верно, правильно провели эту линию, и в то же самое время медвежьи дивергенции МСД гистограммы на недельном графике. Дневной график гораздо слабее американского, он в режиме падения, и в то время как американский рынок подбирается к рекордной высоте, достигнет ее или нет, это бабушка надвое сказала, немецкий рынок гораздо ниже своих рекордных высот. Посмотрите на плохую форму, на плохую форму индекса силы в нижнем правом окошке, совсем у правого края, видите, как вот последние два дня DAX поднимается, а индекс силы все слабее, и слабее, и слабее. Вот эта вот ситуация, где начинает готовиться коротить. Идем дальше. Евро-доллар. Евро-доллар. Вы знаете, вот я вот потерял внимание, поэтому я в вашем последнем мероприятии смотрел на него и говорил, он готовится развернуться и пойти вверх. Я даже распечатал этот график, собирался повесить его на стенку, но забыл. За ошибки платим. Евро-доллар мне, конечно, нужно было купить на этой неделе, но еще не поздно покупать его сейчас. То есть мне даже не покупать евро-доллар, я должен заплатить за отдых за лыжный курорт в марте, сделать им стопроцентную предоплату, потому что я считаю, что сейчас самое время доллар высоко, евро низко, так что платить по евро лучше сейчас. Очень похоже на донышко. С левой стороны недельный график. Мы видим, как MSD-экстрограмма поднимается, как евро проломило свой конверт, а потом уже последние 4 недели подойти к этому конверту даже не может. И всего на этой неделе отталкивается сильно от этого конверта. На дневном графике видите вот эти штрихи, бары, которые идут вниз, пытается проломить, пытается проломить уровень поддержки и не может. И все. Быки, медведи выдохлись и сегодня быки лидируют этим рынком. Так что ставьте меня на покупку евро. Сегодня сейчас после этого вебинара пошли имейл на курорт, чтобы они взяли с моей карточки, сняли баланс. Золото? Золото, я, как говорится, чешу репу. Для меня это загадка. В то время как инфляция раскручивает маховик по всему миру, включая Соединенные Штаты, золото, в принципе, никуда не идет. Вот оно застряло и сидит, и сидит, и сидит. Почему не знаю, а когда что-то происходит, чего я не знаю, то я стараюсь держаться в сторонке. Я тут на днях купил серебряную акцию одну. Один товарищ меня подбил на это дело, хороший старый друг. Копеечная. Я потом, когда покажу свой рынок, если не забуду, покажу вам эту акцию, вы увидите сказать паттерн, вы увидите форму, структуру, которую я люблю покупать. Напомните мне, если я забуду. Но я смотрю на это дело в чешуре. И вот это, кстати, опять-таки, я уверен, что здесь много новичков среди нашей аудитории. Я вам хочу сказать, колоссальная разница между биржей и любой другой деятельностью. И это, кстати, причина, по которой образованному человеку, чем выше у человека формальное образование, тем труднее сделать деньги. Чем выше формальное образование, тем труднее сделать деньги. кстати, испытал на собственной школе. Почему? Я в своей кровоначальной профессии врач и учился долго. Приходит к врачу пациент, и у пациента где-то что-то болит. Он показывает, вот у меня здесь болит. Раз пациенту что-то болит, пациент заслуживает диагноза. Врач чувствует себя обязанным поставить пациенту диагноз, потому что от диагноза идет лечение. Логика, да? Обследует пациента, неясно, почему болит, почему болит. Назначает анализы, назначает рентген, назначает, назначает, рассматривает, все еще не может определить, вот почему это вот боль у пациента. Надо пригласить профессора на консультацию. То есть врач будет серьезный добросовестный врач будет бороться, пока он не найдет у этого пациента диагноз. Может психиатрическая проблема в конце концов даже, но скорее всего что-то с органикой. Вот так вот работает образованный специалист в любой области, будь то инженер, врач и так далее. А на рынке не так. На рынке хорошая сделка, прыгаешь с экрана и хватает за лицо. А на рынке большую часть времени хаотичность. Вот как сейчас вот в золоте. И чем больше анализы, чем больше индикаторов, чем больше, чем больше, чем больше, это не решит ничего. Потому что хаос это нормальное состояние рынка. Иногда из хаотичности выходит островок порядка. Вот сейчас это хаотично. И поэтому сильно образованный человек, который привык, что нужно бороться до конца, пока проблема не будет решена, мост должен быть построен по формуле. Болезнь пациента должна быть вычислена. Он продолжает считать и добавлять индикаторы. А это бесполезно. Хаос. Не отказывается умирать. Одна из лучших фигур в техническом анализе это хвост кенгуру. Мы его видим на недельных, а особенно хорошо на дневных графиках в данном случае. На недельном графике мы видим, что нефть на недельном в бычьем тренде. Произошла реакция, и нефть опустилась ниже зоны ценности примерно настолько, насколько она всегда опускается. Два хвоста кенгуру, и у самого правого края импульсная система развернулась, она была красной, запрещая покупать, а сейчас она синяя, а скоро станет зеленой. То есть сигнал импульсной системы это не сигнал на покупку, а импульсная система это система цензуры. Когда импульсная система красная, покупать нельзя, а сейчас она уже больше не красная. Идем на дневной график, и видим два прекрасных хвоста кенгуру, и ралли в прогрессе. Считайте меня быком на нефть. Спасибо большое, Александр. Я тогда предлагаю посмотреть как раз те бумаги, которые у нас были на прошлый конкурс, и назвать как раз победителей. Сейчас я со своей стороны сделал демонстрацию экрана. Спасибо, Роман. Может быть, поднимете этот Виталий. Да, у нас получается так, что предыдущий конкурс, который мы озвучивали, получается, вебинар назад, где мы стандарты, в том же режиме, в котором мы действовали последний год, у нас победил Виталий. Я обязательно напишу, там было только имя, поэтому здесь я написал Виталий, но на YouTube-канале тоже напишу, с акцией HCC, которая приросла порядка 11%, ну и здесь также видны для наших участников общие суммарные результаты. Вот, поэтому Виталий, я вам обязательно напишу и расскажу, как получить книгу Александра, и я, наверное, хотел бы чуть больше внимания остановить на нашем конкурсе, который у нас был в рамках этого месяца, и вот здесь уже чуть интересно, мы стали чуть больше собирать данных, опять же, про правила конкурса я уже расскажу после того, как мы отпустим Александра в конце, чтобы не тратить на это время, сейчас, и побольше поговорить с Александром, но со своей стороны, то есть у нас здесь победил, у нас было две бумаги, по которым отработали в течение этого месяца, то есть по ним был вход, и сработал Take Profit. Первая бумага это была Moderna, соответственно, Short, который принес 23%, то есть сделка отработала полностью, и была еще одна сделка по MOS, Ticker, была сделка на покупку, она тоже отработала, но она была буквально два дня, то есть был вход, Take Profit, и 3,6% сделка принесла. Также часть позиций, она не была исполнена в режиме, ну, и часть позиций также у нас находится все еще в открытом состоянии, то есть у нас по правилам конкурса нет возможности закрыть позицию, то есть мы ждем или Stop Loss, или Take Profit, но, тем не менее, вот такие позиции тоже есть. Вот в данном случае человек с ником Pobling, я на YouTube тоже напишу, но там не было имени, но в любом случае, если человек видит, он себя услышит. Вот, и я приготовил еще также скриншоты как раз с точками входа вот по этим позициям. Александр, тогда можно на них посмотреть как раз те бумаги, которые... С удовольствием. Я просматриваю этот список и с удовольствием замечаю на нем несколько акций, которыми я торговал, и даже по парочке из них у меня открытые позиции сейчас. Как говорят по-английски, Great Minds Think Allike. Великие мозги думают одинаково. Шутка. Модерна. С фундаментальной точки зрения совершенно непонятно, почему акция Модерна ведет себя так слабо. Потому что Модерна – это самая лучшая вакцина. Пфайзер – самая популярная. Но у Пфайзера огромные индустриальные мощности, которых у Модерна нет, поэтому Пфайзера просто больше гораздо. А Модерна чуть-чуть лучше. Ненамного. Чуть-чуть лучше. Я вакцинировался Модерной. Вся их продукция продается. Но почему акция при этом идет вниз? Была летом почти 500 долларов, а сейчас потеряла больше половины. Загадка. Загадка природы. Я побаиваюсь ее коротить, побаиваюсь коротить, но так иногда только ударил и побежал за день. Утром вошел, вечером вышел. Технически, конечно, сделка была сделана прекрасно. Вход великолепный в зоне сопротивления, как раз, когда вот эта Модерна билась головой в потолок и закрыта совершенно великолепно. Так что я снимаю шляпу. Великолепная сделка на недельном графике и на дневном. И что еще приятно, еще на дневном, видите, позиция была закрыта очень разумно. Был гап, и человек закрыл позицию. Наверняка какой-то человек скажет, ну, если бы он подержал бы еще 4 дня, он бы больше заработал. Да, вот так вот думают новички. А серьезно трейдеры видят, хорошо заработал, получился гап, а что еще после этого будет? Второй гап. Может быть, но маловероятно. Синица в руки, почему-то не синица, это как бы, я сказал, большая птица, лучше, чем журавлю в небе. Берем, прекрасная сделка, прекрасная, поздравляю, и очень рад за человек, который эту сделку провел, потому что, действительно, снимаю шляпу, прекрасно. А сейчас тогда акция МОС, МОС, МОСАИК. По-моему, это с сельским хозяйством что-то связано, но я не помню точно. Торговал ее, но совершенно забыл. Где она? А, это, а, прекрасно, человек ее купил и схватил, схватил кусочек и ушел. Вымыть руки и повторить, вымыть руки и повторить. Прекрасно. Большинство моих сделок длятся 2-3 дня, очень редко, больше недели, очень редко, потому что технический анализ, как фары на автомобиле, можно хорошо, так более-менее, более-менее хорошо просчитать, что, что, возможно, произойдет в ближайшие пару дней, но чем дальше дистанция, тем меньше фары помогают, поэтому я большой любитель как-то срочного сделаю. Ну, это на любителя, опять-таки, темпераметр зависит, у меня есть партнер в группе Spike Trade, Керри Лавон, он держит позиции месяцами, он говорит, держать позиции месяцами, это, говорит, как стоять перед боксером, зная, что в какой-то момент тебя ударит кулаком в нос, ну, вот стоишь и ждешь, пока акция растет, опять-таки, другой темперамент. И я бы хотел еще посмотреть на Tesla здесь с точки зрения того, что по ней был самый большой убыток, порядка 8%, то есть по остальным участники наши держались в рамках 2%, 3%, здесь вот, наверное, услышать от вас наставление по поводу разумных рисков. максимальный риск, максимальный риск, максимальный, знаете, максимум, больше нельзя, это 2% от вашего счета на одну сделку, 2% от вашего счета на одну сделку, 8% это безумный риск, для того, чтобы вернуться к нулю, вам нужно сделать прибыль в 12%, то есть человек, потерявший 8%, каковы его шансы в ближайшем будущем сделать 12% прибыли, я бы сказал близко к нулю, поэтому самое, одним из, есть несколько самых ключевых факторов, не надо сказать, что есть один самый главный, есть небольшая группа самых ключевых факторов, и вот в эту маленькую группу входит это не теряй деньги, не теряй деньги, я начал сегодняшнюю беседу с того, что поделился тем, что когда я начал изучать новую систему, разрабатывать для себя эту новую систему, то я поставил свою максимальную потерю в 500 долларов, это со счетом, с большим счетом, почему, а вот чтобы не потерять, чтобы не выкопать себе яму, из которой потом нужно было бы выкапываться, вырезать, очень трудно, начинать играть по маленькой и зарабатывать и только своими успехами зарабатывать право повысить размеры сделок и соответственно размер риска, 2% это максимальный размер риска по сделке, описано во всех моих книгах, причем это процент для маленького счета, если у вас большой счет, 2% от миллиона долларов это 20 тысяч долларов, хотите потерять 20 тысяч долларов в один день? Окей. Спасибо, Александр, и еще бы я хотел посмотреть на две бумаги, которые на позиции пока открыты с точки зрения того, что имеет ли смысл продолжать держать, вот здесь я не знаком был с этой бумагой и нашел Это очень интересная бумага, я продал уже свою, я ее купил и потом продал. В Вале это бразильские шахтеры, то есть у них шахты, они добывают металл ископаемые, продают полезные ископаемые Вале. Я ее купил почему? Я ее купил для своего, в Америке есть такое принятие пенсионный счет, счет для пенсионных накоплений, деньги, которые вкладываешь туда до определенного предела освобождаются от налогов и прибыли освобождаются от налогов, пока ты не достигнешь пенсионного возраста и начнешь деньги снимать понемножку. Поэтому увидев процент дивиденда был порядка девяти годовых. Это для пенсионного счета прекрасно. Я купил акцию для пенсионного счета. Почему? Я купил ее чуть-чуть раньше, чем наш участник ее купил. Видите, было двойное дно на дневном графике, на дневном двойное дно и с прекрасной совершенно дивергенцией МСД, гистограмма, индекса сил и всего. Я это купил и держал, а потом, когда эта акция стала трепыхаться, что она делает уже последние две-три недели, то терпение мое кончилось, и 9% уже не казались такими хорошими. 9% можно легко потерять на падение рынка, так что зарабатывать их нужен целый год, а потерять нужно очень быстро. Я снял прибыль и пошел домой. Так что это на любителя. Вы знаете, акция совершенно легитимная, можно ее держать. То, что у нее такой высокий процент дивидента, делает ее очень привлекательной для пенсионных фондов и тому подобное, как альтернативу банковскому счету, конечно, гораздо рисковее. Так что я не вижу здесь ничего технических, что требовало бы продажи этой акции. Кстати, очень сильный на недельном графике МСД гистограмма поднимается, индекс силы поднимается, все в порядке. На дневном графике пик МСД гистограммы, он может быть не выше того, что был в октябре, но он гораздо массивнее. Так что акция выйдет очень хорошо. Единственное, чего мне не хватает для того, чтобы поддержать это терпение. Темперамент не тот, темперамент другой. А акция выйдет очень хорошо. Спасибо, Александр. Пожалуйста. И один еще актив, это биткоин, раз уж мы его стали затрагивать, один из участников предложил как раз его тоже взять в шорт. Вы знаете, я вам очень благодарен, что в прошлый раз, как, по-моему, месяц назад-то было, или раньше немножко, вы показали график биткоина. Если вы немного, на дневном графике я бы хотел чуть-чуть больше увидеть, сжали бы вы немножко, чтобы на дневном графике чуть-чуть больше истории показать. Не на недельном, на дневном. Я могу переключиться, это просто картинка. А, это картинка. Ну, окей, перезимуем. На недельном графике ложный пролом вверх, да, ложный пролом вверх, который мы сегодня уже обсуждали. и медвежья дивергенция MACD-гистограммы и совершенно дикая медвежья дивергенция MACD-линии. Индекс силы дивергенции, то есть, все указывает на то, что вот этот замечательный взлет к 65 тысячам сугубо по инерции, силы уже не осталось. А на дневном графике мы тоже видим двойной топ и совершенно безумный пролом вверх, ложный пролом вверх, если вы проведете линии через первый топ, вот здесь, да, через первую горизонтальную линию от вершины, от октябрьского пика, вот отсюда где-то, если вы можете, или если рисунок, то нет. К сожалению, здесь снимают. Ну, неважно. Виден ложный пролом и совершенно дикая медвежья дивергенция МСД гистограмма. Посмотрите, на втором пике гистограмма только на копейку вылезла выше нулевой линии. То есть, это просто, это график, который кричит, продайте меня накоротко. Я не торгую биткоином. Я вообще очень подозрительно отношусь к криптов. И торговал один раз, потерял немножко денег и сказал, Алекс, занимайся тем, что тебе нравится. Не лезь. Но если бы я увидел такую дивергенцию и такой ложный пролом, то я бы не удержался и полез бы опять криптокоротить. И, естественно, с 65 тысяч съехал до 42 где-то. Дикий рынок совершенно. Я думаю, что когда начнется серьезный медвежий рынок в акциях, то это будет негативным фактором для биткоина. Потому что люди, которые торгуют биткоином, люди, которые торгуют вот такими горячими акциями, это, в общем-то, одна и та же группа. Спасибо большое, Александр. Еще раз со своей стороны поздравляем победителей. Я всем напишу. И вот мы разобрали то, что хотели. И тогда можем перейти на ваш экран. И, может быть, какие-то интересные моменты вы с нами можете поделиться. Вы знаете, то ли я вот у меня сказать легкая загадка. То ли это я пропустил, то ли вы мне не прислали. Если ошибка, скорее моя. Я распечатывал. Сегодня был довольно дикий день на рынке. Положительно дикий. И я вот две распечатки, которые у меня есть. На одной из них крыт Виталий. А на другой вот этот график акций, где Модерна, где Валия. Был еще список с конкурсами на сегодня или нет? Нет. Мы как раз у нас так, что новый конкурс будет идти в течение месяца. То есть мы уже постфактум будем смотреть на отдельные какие-то бумаги. Успокоился. А то я решил, что я уже share screen. и где-то 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 окей, поехали. Увидишь мой экран? А, нет. Одну секунду. Пока темный экран. Сейчас, сейчас, сейчас. Что-то грузится. Да, да, сейчас. Сейчас в порядке? Да, все в порядке сейчас. Отлично. Окей. Во-первых, во-первых, хочу вам показать, который час у нас. А, у нас всего 10 минут осталось. Так что, ну, я опять немножко затянем сверхчаса, если вы не возражаете. Если вам подходит, то мне тоже. Для меня это редкая возможность по-русски поговорить, потому что в городке, куда мы переехали, я еще не нашел ни одного человека, с которым по-русски можно говорить, а жена по-русски знает 20 слов, а не больше. Так что, мы с ним общаемся на иностранном языке. Хочу вам показать, во-первых, один из своих самых любимых впередсмотрящих индикаторов. И этот индикатор, это индикатор новых высот, новых низов. Значит, новые, вся эта информация бесплатно имеется на интернете, только ищите. Новые высоты это акции, которые достигли максимального уровня за отрезок времени, за неделю, извините, за месяц, за три месяца, за квартал, за год. С левой стороны недельный график за год, справа дневной. И просто взгляните на дневной график. Индекс сил, значит, индекс сил, это просто мы отнимаем от новых высот новые низы. И этот индекс был в ноябре, в начале ноября для годового графика свыше 300. Сейчас он минус 60. Для квартального графика он был 400 с чем-то, сейчас минус 90. И, наконец, для дневного графика он был больше тысячи в ноябре, а сейчас на вчерашний вечер минус 4. то есть лидерство рынка колоссально ослабло. Рынок поднимается из-за инерции. Я хотел показать вам этот момент. Что еще? Пару акций, которые я увидел на вашем экране, то, что люди подали на конкурс. Вот это серебряная акция, которую я обещал показать. У меня есть очень хороший приятель в Колорадо, мой студент. Он мне прислал, как он любит эту, как он залюбил эту акцию. PSLV. PSLV. Peter, Sam, Larry, Victor. PSLV. Серебряная акция. Причем он, когда это делал мне написал, то акция выглядела примерно, она выглядела вот так вот. Я ему говорю, с одной стороны совершенно великолепный фактор, ложный пролом. Вот этого донышка в октябре было 7.46, а вот это донышко в декабре 7.45. То есть какие-то умники поставили защитные стопы на 1 цент ниже донышка. Их вышибло, и вот их нет. Но импульсная система красная. Она перестанет быть красной на уровне 7.83. это по формуле. И вот когда она перешла выше 7.83, эта акция стала синей, и я ее соответственно купил. Смотрим на дневной график. Выглядит очень хорошо. Импульсная система зеленая. Я эту акцию держу. Не знаю, как долго я ее продержу. Думаю, что не очень долго. Я хочу ее продержать, пока она не поднимется до то, что называю зоной ценности на недельном графике. Зона ценности это зона между медленной и быстро скользящим среднем. Это зона для акции PSLV между 8.11 и 8.28. Вот это моя мишень для ее продажи. Еще покажу вам одну сделку. Обычно я играю накратно. Тут долг платежом красен. Друг не подкинул эту сделку. А я напишу обратно. Есть еще одна очень хорошая сделка. напишу в газете Wall Street Journal была статья, и там упомянули статья про какую-то компанию. И там упомянули фирму, которая инвестировала в эту компанию. А я когда вижу такие вещи, я их просто всегда выкатываю на экран, посмотрите, как это дело выглядит. И эта акция была вот IAC Holding Corp. Вот так она выглядела на недельном графике на прошлой неделе. Посмотрите на великолепную бывшую дивергенцию. Великолепную. То есть это в книгу вставлять. Вот так вот. Раз. Вот это уровень предыдущего дна. Этот уровень был пробит. Вот была сила медведей на первом донышке. А вот сила медведей на втором донышке. То есть вот эти дивергенции с ложными пробивами. Они просто вот так хватают за лицо. Я смотрю на такой Алекс, если ты не будешь это покупать, что ты будешь покупать, если не это? И я это дневной график. Недельный график вот так. Он только что стал сильным. недельном графике. Извините, я оговорился, когда говорил недельный. Недельный график вот здесь. То же самое. Ложный пролом, бычья дивергенция. сейчас я обрисую. На недельном графике выглядело очень... Что-то не получилось еще раз. На недельном графике это все выглядело очень хорошо. Опять-таки сравните силу медведей на предыдущем донышке и на этом. Колоссальная дивергенция. Переходим на дневной. и я купил по 124 с чем-то меньше 125. Она сейчас 130 долларов. 5 5 долларов открытой прибыли и естественно несколько тысяч акций. Я послал другу, а ты купил молчание. Хороший совет легко дать. Оговорился. Хороший совет трудно дать, но принять его еще труднее. Он мне подкинул идею, я прыгнул на нее. Я ему обратно подкинул другую идею, еще лучше, кстати, я думаю. Надо подумать, надо подумать, почесать репу. Вот такие сделки. Что-то еще я видел в вашем списке. А, МЮ. Как он нравится как он нравится что-то не исчезло. А, сюда. МЮ. Микрон. Это трудная сделка, трудно описать. Что-то еще было. Не будем искать. просто образцы. А, как насчет такого? КМХ. Компания автомобильных запчастей. Недельный график. Опять-таки ложный пролом. Дивергенция индекса силы. И вот этот график на дневном график дневной. Компания объявила, выпустила сообщение о доходах сегодня до открытия рынка. До открытия рынка. Я переведу вас на 25-минутный график. Здесь выпустила сообщение о доходах и немедленно стало тонуть. То есть ясно было, что эта информация не понравилась. Я тут же закоротил, не отходя от кассы. Сейчас только думаю, закрыть сделку сегодня или подержать ее до лукенда. Вот так думать надо много, но действовать надо быстро. Думать надо, когда рынки закрыты, а когда рынки открыты, надо действовать. Давайте посмотрим вопросы, которые пришли. Сергей пишет, просьба озвучить. Поясните, пожалуйста, тактику постановки стопов и их подтягивания согласно полутора АТА. Данный диапазон отступает от точки входа или наименьшенцами. Я это делаю от точки входа. Я это делаю от точки входа. Хороший вопрос. Мой вопрос к вебинару. Я стал замечать, что много упускаю прибыльных сделок, которые были в моем списке наблюдения. Стоит ли в связи с этим создать специальный дневник упущенных сделок? Это прекрасная идея. Это просто прекрасная идея. Большинство людей занимаются трейдингом и наступают на те же грабли раз за разом за разом. Когда вы начинаете вести дневник и рассматривать этот дневник, вы становитесь своим собственным учителем. Вместо того, чтобы наступать на грабли, вы рассматриваете, где эти грабли лежат и как вы полгу уже получили. В следующий раз по-другому пойдем, по другой тропе. Прекрасная идея. Очень советую вам ее притворить в жизни. Еще один вопрос. Вы рассказывали о том, что важно нарабатывать трак вне зависимости от размера счетов, а потом привлекать сторонний капитал. Как этот путь привычно складывается для частного трейдера? По большей части привлечение друзей и знакомых, которые дают небольшие суммы, или существуют другие механизмы? Вы знаете, избегайте друзей и знакомых. Избегайте друзей и знакомых. если у вас действительно есть хороший трак и есть что-то показать, то идите в компании, идите в компании, которые управляют капиталами. Лучший пример. У меня есть приятель, такой Роберт его зовут. он пару десятилетий назад. Он был первым в своей семье, кто получил высшее образование. Инженер-химик. Ненавидел инженер-химик и пошел работать клерком на бирже. Сколотил 50 тысяч долларов. в те годы это было больше, чем сейчас. Сколотил 50 тысяч долларов, ушел с работы и стал заниматься трейдингом. И зарабатывал примерно 50% в годовую. И тратил, 25 он тратил ежегодно. Квартира, мужик очень скромный, но квартира, налоги, иногда новая теннисная ракетка. И один раз был плохой год, он ничего не заработал. И им пришел строить свое кормовое зерно. Он обратился в компанию в Принстоне, в городе Принстоне, Commodities Corp, показал им свою отчетность. И они дали ему в управление 250 тысяч долларов и бесплатный котировочный аппарат. Тогда это очень дорого стоило. Потом они добавили, сделали 375. Они никогда не добавляли больше, чем 50%. Когда человек добавляет больше 50%, это двигает голову немножко. Это то, что я вам говорил с наручниками. Нужно медленно повышать свои риски, свои мишени. В результате, когда я с ним познакомился, у него уже было 11 миллионов долларов в управлении. В те годы это казалось большими деньгами. И он был в Сингапуре. Его пригласили, ему сказали, а, у него было 6, ему сказали, мы вас повысим до 11, но вы должны переехать в Сингапур, чтобы вы занимались трейдингом в нашем офисе, и чтобы другие трейдеры у вас учились. Он ушел гораздо выше потом с годами. Но это просто образец того, как человек нашел фирму, которая доверила ему деньги в управлении на основании дневника и точных записей, и, конечно, документального подтверждения своих сделок. У знакомых при мелочи просить не стоит. Если вы начнете у знакомых брать деньги в управление, иногда некоторые это делают, то ни в коем сделайте общий фонд, то есть не отдельно управлять каждым отдельным человеком, а общий фонд. Потому что если управляете каждым отдельным человеком отдельно, они начинают вам звонить и грызть вам лучше, а что это, а что то, а что пятое, десятое. Я когда приехал, я один раз управлял чужими деньгами в самом начале своей карьеры, мне лучший друг дал небольшую сумму в управлении, я за год сделал его 50%, везение новичка. После этого мы не разговаривали друг с другом два года. Я так решил про себя, что если 50% приводит к результатам, то управление чужими деньгами это не то, чем я хочу заниматься. Из работы стоит. Окей, так что будьте осторожны и учитывайте психологические моменты этого дела. Джесси пишет, стоит ли следить, интересно, американское имя, текст на русском, стоит ли следить за индексами COT, Commitments of Traders, при торговле фьючерсами на индексы и товары. Да, конечно, это имеет смысл. Абсолютно. Если был очень хороший мужик, хороший специалист, не знаю, хороший ли, но очень хороший специалист, который этим занимался, Стив Бризи, он ушел из бизнеса, и я сейчас посматриваю на эти цифры в Sentiment Trader, очень умная организация, Sentiment Trader, как Sentiment Trader, Sentiment Trader. Посмотрите, они всегда пишут вот про эти Commitments of Traders. Александр, спасибо за комплимент. Спрашивает, объясните, с какой целью крупные компании выкупают назад свои акции на высоких, а не на низких позициях. В чем тут главная идея? Спасибо. Во-первых, от большого ума они эти делают. Но когда акций меньше, то прибыль на акцию больше, и они считают, что это, и на самом деле так происходит, что поскольку прибыльность на акцию, на каждую отдельную акцию увеличивается, это способствует росту цены на акции, к которым привязана отчасти компенсация работников фирмы. То есть это делается не с точки зрения хозяина и владельца. Хозяин и владелец покупал бы дешево. Это делается с точки зрения высокооплачиваемых служащих, которые делают, как им будет лучше. Добро пожаловать в корпоративную жизнь. андрей говорит в одной из своих полуавтоматических сканер MACD, где его ознакомиться приобрести. Он есть на нашем новом. Кстати, новый сайт разработали lg.com впервые за 25 лет. Мы где-то две недели назад переехали на новую платформу. Так что заходите. Совершенно новый сайт. Мне кажется, хорошо сделан. Если не согласен, напишите мне критику. Там продается этот сканер. Но проблема в чем? Он разработан только для двух программ. Для TradeStation и для Metastop. Так что на других его нет. Окей. Ответили на все вопросы? Один час восемь минут. Роман, я надеюсь, я вас не очень не томил. Спасибо большое, Александр. Вас всегда интересно слушать, поэтому слушали бы и слушали, что называется. Все девушки так говорили. Спасибо большое. Уважаемые участники, пока оставайтесь. Я расскажу про конкурс и про индикатор Александра. Мы сейчас с Александром попрощаемся и дальше я расскажу про остальные части. Спасибо большое, Александр. У нас с вами это последний вебинар в этом году. Я поздравляю вас с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Желаю вам в новом году, наверное, путешествовать больше, чтобы как раз то, чего не хватало, это реализовалось уже в следующем году и было меньше ограничений. Спасибо большое, Роман, огромное удовольствие с вами работать, с вами, с вашей группой. И я с удовольствием ожидаю продолжения в новом году. Всего хорошего вам, вашей семье. Надеюсь, что с дочерью, с маленькой все в порядке. И всего самого лучшего. Спасибо большое, Александр. До свидания. Уважаемые участники, также со своей стороны сейчас я хотел бы рассказать по поводу инструментов Александра, да, и как раз ответить на те вопросы, которые возникают, а именно как задавать вопросы, чтобы у всех это возникло. во-первых, давайте начнем с индикаторов. Индикаторы, вот как мы показывали в самом начале, они все доступны для клиентов Admirals. Если у вас есть реальный счет, с балансом более 200 евро, то вы бесплатно можете пользоваться этими инструментами, и вы можете их запросить, как раз написав на почту elderdisk собак admiralmarkets.com В чат я сейчас написал, скопируйте, просто пишите письмо, тема указывает индикаторы, и мы вам отправляем набор индикаторов, шаблонов, видеоинструкцию по установке, ну и вот как раз посещаете вебинары, или потом просматривая их в записи, вы будете осваивать как раз то, как это делает Александр. Ну и, конечно, если прочитаете книгу Александра, то это вам поможет. Соответственно, если какие-то вопросы также по индикаторам возникают, вы также пишите на эту почту, и все вопросы туда задавайте. Теперь следующий момент относительно вопросов и конкурса. Во-первых, все вопросы мы принимаем заранее, мы принимаем их под записью видео, которое как раз будет загружено на наш YouTube-канал. Сейчас еще раз дублирую ссылку на YouTube-канал, что если вы еще не подписались, то как раз можете это сделать, и ваши вопросы вы пишите туда. Как раз завтра видео появится на YouTube-канале, вы можете зайти сразу же, написать ваш вопрос, и в конце января, когда мы встретимся в следующий раз, Александр ответит на этот вопрос. Я их прислал заранее, чтобы мы успевали в тайминг как раз все сделать. Ну и те, кто смотрит нас в записи, пишите обязательно в комментариях. Теперь про конкурс. Правила конкурса. Здесь один момент мы добавили по сравнению с прошлым. Сейчас буду пояснять важные моменты. То есть это подписаться на YouTube-канал, поставить лайк под видео, как раз последние записи, то есть сегодняшнего вебинара, который мы делаем в декабре, и предложить одну сделку по одному активу, который торгуется в Адмиралс. Это может быть акция европейская, американская, это может быть валюта, то есть у нас были предложения по евро-доллару, по биткоину, по бразильской акции, по американским акциям, это может быть любая акция. Главный момент в том, что чтобы эта бумага, вы предлагаете цену входа, то есть по которой вы хотите войти, вы предлагаете стоп-лосс, тейк-профит, и пишете дату поста, как раз когда вы это сделали. То есть если вы, например, пишете 25 декабря, то вы пишете 25 декабря, цена входа 5, выход 6, и так далее. Такой простой пример, чтобы мы понимали как раз, когда вы эту сделку предполагали. Вход может быть в этот же день, и соответственно мы следим за тем, что будет реализовано. Предпочтение дается тем сделкам, которые сработают по тейк-профиту в период с нашего сегодняшнего вебинара, то есть 22 декабря, но мы берем следующий день, то есть в период как раз 22 декабря по 27 января. То есть если эта сделка отработается в этот период, будет открытие, сработает тейк-профит, то, соответственно, та сделка, по которой будет самый большой процент движения, самый большой процент прибыли, тот победитель и получит книгу с автографом Александра. Если мало ли таких не будет, то мы будем учитывать сделки, которые открыты, но еще не зафиксировались. Собственно, и также важный момент, комментарии нельзя редактировать, то есть там это пишется. То есть вы предлагаете эту бумагу и я также давайте покажу, как у нас это выглядит, выглядело еще раз, уже непосредственно, когда мы смотрели с Александром, я сейчас сделаю еще одну демонстрацию экрана и вам покажу, как у нас выглядел предыдущий конкурс. То есть вот акции, которые присылали, то есть была дата входа, то есть день, цена входа, take profit, stop loss, сработала ли сделка, то есть да или нет, если да, то соответственно статус этой сделки она все еще открыта или сработал stop loss или сработал take profit. Если сделка открыта, то мы фиксируем последнюю цену на предыдущий день и вот соответственно смотрим, какой процент пришел. Как по мне, ну и также напишите в комментариях, как вам такой конкурс, то есть мы будем его делать второй раз, оставим по крайней мере еще на следующий месяц, и по крайней мере здесь Александр может разобрать уже конкретную сделку, да, и здесь раньше мы брали именно движение цены актива от даты до даты, понятно, что можно выйти раньше, понятно, что у всех разное рассуждение, но здесь мне тоже кажется это интересно, опять же, такой банк идей на нашем YouTube канале, то есть вы также можете просматривать записи, смотреть, какие бумаги предлагают, возможно, что-то для вас будет тоже интересно и что-то вы возьмете для себя на вооружение. Картинку, наверное, можно попробовать, если прикладывать ссылкой, то есть вы можете это сделать, пока таких ограничений нет, я как раз делал вот скриншоты, вот исходя из того, какая сделка предлагалась, то есть вот как я уже показывал, то есть с индикатором Александра, где была точка входа, где стоп-лосс, где сработал тейк-профит, и уже с точки зрения системы Александра, Александр также ее комментирует, поэтому здесь, в принципе, несколько бумаг, победителей или те, по которым были там самый большой убыток, мы обязательно также разберем. И вот, пожалуй, с моей стороны это все. Также хочу сказать, что всех желаю, всех поздравляю с наступающими праздниками, с одним Рождеством, с Новым годом, затем с другим Рождеством. У нас, скажем так, собрались участники из разных стран, не только городов, но и стран, поэтому будем рады видеть вас на наших следующих вебинарах, на следующем вебинаре с Александром. Мы встретимся в конце января, то есть следующий вебинар запланируем, уже посмотрите дату, вы уже зарегистрировались, и те, кто смотрит на Zoom, соответственно, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, переходите по ссылке в описании к видео и регистрируйтесь также на вебинар, чтобы как раз присутствовать онлайн, и общаться вместе с Александром. Всех желаю хорошего завершения года, продуктивного следующего года, и увидимся на наших встречах, на встречах с Александром и на других мероприятиях, которые мы делаем. Будем рады делиться с вами, приглашать интересных людей, трейдеров, чтобы вы также могли для себя находить новую информацию, новые идеи. Всех с наступающим Новым Годом, спасибо большое, поставьте лайки те, кто смотрит нас на YouTube-канале, всем спасибо большое и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok